доброе утро девочки девочек поздравляем сегодня с первым днем весны сегодня первые весны германии считается европе всем доброе утро девочки и не девочки просыпались дождались можно раздеваться одевайтесь теплее ой какие красивые тюльпанчики опять много на 2 вазочки разделить значит маленькая маленькая как попугайчик она видит что кекс ложится у меня на груди и хочется не помещается булочка как это не помещается очень даже маленькая девочка маленькая стройная маленькая до хорош ничего плохого я не говорю только не пукай главное так сейчас варим пожиже или погуще жиденькую но не овощи давно не ели кашку давно же да давно лень стала мне варить в последнее время надоело уже ну что пушинка что ты думаешь что такая нелегкая я скажу такая упитанная дама одним словом булочка да артем пока потом только сейчас пошел все уже ушли давно они сегодня в банке какая-то встреча в классе с классом то есть у них было уже запланировано что они пойдут в банке да и кредит дадут каждому по 10 тысяч так мало школьники что ты хочешь вот короче планировалось сегодня им туда пойти но так как у нас сегодня опять забастовка они должны были пойти в школу на три урока и после трех уроков вместе с классом поехать на автобусе опять в центр но как так как и забастовка и не факт что они выберутся через три уроки а сегодня конкретная забастовка на сегодня же поезда не ходят нет понедельник следующий а да но сегодня не ездят дальше что еще мусоровозы не ездит мусор по всему городу валяются пакеты разбросаны и они для чего не понимаете что же штата города автобус тоже от города бастует те автобусы которые редкие ездят это которые частные фирмы ездят а постуют именно эти городские ты мне говорил что ездят те кто не профсоюзе нет сейчас конкретная забастовка потому что это же от города все это же город не хочет платить а пусть им город поднял зарплату почтальону сразу у них тоже была забастовка им сразу подняли даже не упендривались а вот автобусом не хотел этим мусоровозом надо вставать наверное такая вот каша по густоте получается это нормально ну это не густая и не жидкая это нормальная каша вот такая должна быть нормальная среднем все уже готова бывает много делу жиже 2 ваза раздела саша говорит зачем на 2 я не люблю когда слишком плотно и только поставила смотрите в воду они сразу начали раскрываться от тепла видно томата не будет у меня вот одна красота будет стоять тут и вон там уже стоит вторая красота видишь моментально раскрываются надеюсь и не осыпется к вечеру только что сходила к физиотерапевту было у меня в планах потом дойти до рэвэ такой рецепт у меня в голове с макарончиками был вкусный нужно было докупить там необходимые ингредиенты но я 20 минут с резиночкой позанималась и сдохла такое ощущение будто бы я поле перепахала и мне уже лень стала идти в рэвэ зашла в пенни купила вот колбаски сейчас артём с миланой будут макарошки милане отварю довольны и вот соус и потому что купила она уже за школой минус 630 надо быть уже школе в этом сейчас вам покажу какую резинку я же купила там у них резинку вот 6 евро она стоила не прошла сказали что 7 ну ладно 6 просто они метражом но держим метражом они просто на глаз руками как-то мерили закинь макарошки отрезали все вот и вся резинка видите какие края и меня ощущение но если тебя зовут закипела туда мы тебя звали что я хотела сказать что той резинка там на месте я занимаюсь не дают мне по ощущениям что она больше чем вот это может просто это еще не растянута потом покажу какие-нибудь упражнения да булочка будем заниматься с резиночкой так и милана смотрите сегодня школе сделала сама сумочку вот тогда мама и пуговица сама пришла мне просто показали как я сделала молодец все делали такие или кто хотел только я только ты нет не в школе на продленке на продленке там браслеты на браслеты красота молодец что же были сегодня делали школе мы это делали наши наши ракеты они сейчас должны высохнуть потом это который у нас скоро кота здесь не знаю как служба в церкви да там готовились наши дети потом мы еще обеспечили ну подготовили класс для ночевки сегодня уже сто столы все отдвинули ну мы еще нам еще будет что-то сказать нам надо решить во сколько мы пойдем спать кто будет что-то макарон грязный добавки будешь колбаску милана не ест а макароны если прям плевать этим соусом чтобы они нам прям плавали не могу как она его ест вкусно ходит дочь из дома собрала все свои вещи милан будешь скучать а зачем всего на одну ночь поцелуйчик а мне будет грустно папа матрас взял тоже ходишь кстати в комментарии все еще не понятно куда наша милана собирается и с какой целью ночевка школе спать будут в классе на полу с какой целью но не знаю них ночь чтения время провождения в свободной от учебы обстановке даже интересно неформальный неформальный неформальной обстановки это же супер интересно должен делать в школе мне даже не знали об этом не думала ты меня спросил но мы допустим ездили на всякие экскурсии тоже с ночевкой в школе ну как на всякие с ночевками всего лишь один раз ездили в литву с одной ночевкой был наш класс по моему параллельный но было весело но это правда класс уже одиннадцатый был чтобы напились потом вам было весело да прям а вообще знаете я очень любила ездить на всякие школьные экскурсии там не знаю в театр музеи пофиг куда на самом деле все мне кажется было практически кофиг куда но не так что прям совсем ну по большей части потому что самое интересное это движуха в автобусе ехать общаться вот эти вот приключения всякие общения вот именно вне школы помочь тебе рассыпается все по пути кстати а напилась и о ночевке знаешь что в германии с 16 лет можно покупать пиво и по моему вино что ли нет шампанское не помню про сека наверно Артем не говорил что то еще короче можно пиво и еще что то с его целью да бухаться с какой сколько хочешь я не знаю кто тебя контролирует 16 лет можно Артем сказал что можно да и вот у них значит классная поездка намечается в конце учебного года я не знаю только этого либо следующего им учитель так и сказал что так как во многим уже будет 16 в принципе пиво брать можете ну и что-то типа того Артем мне рассказал пусть понимаешь хороший учитель хороший учитель Артем не будет Артем у нас не пойти нет Артем не будет но сам факт что но с другой стороны как он это проконтролирует кто захочет тот напьется пошли за булочкой Лана хочет булочку с собой еще взять Артем спешит на помощь мы забыли бананы милану не надо было бананы с собой взять thank you ай молодец быстрый доставка видишь какой у тебя брателлас молодец да да брателла ну что теперь мы такие свободные будем есть конфеты это можно есть конфеты и никто у нас не отберется да это милана очень сильно конкурентская о это медельса о кстати что такое медельса ну это типа для девчонок девчачьи вирусы он плачет ты смотри надо бы ей с собой такие а вот там мальчики тоже были можешь мне взять на вечер мы любили тусуйся, не расслабляйся слушай а может орехов с медом не хочешь намыть? нет, 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 нет с медом? не, с чаем нет, лучше просто мед убери если хочется я не знаю я думаю что ты тоже хочешь я может быть чуть-чуть попробовала так я как будто бы живот полный наелась и что-то хочется как-то вот может той полочке тебе что-нибудь надо нет я как-то я сегодня пришла от физиотерапевта у меня ощущение хоть я не знаю что у меня холодно башка ватная вроде не так вот болит какой-то обычно болит красивый а вот как-то не знаю какая-то я не своя сама игру эту полочку тебе помощь я уже поспал днем не хочется все знали что ты спала днем посмотри трусики продают что еще продают я захотел себе ролики этим летом загорелась говорит буду с миланой кататься на роликах вместе покатаемся я катался в детстве на роликах у меня правда не было хороших роликов но когда были у нас и дороги были такие штук едешь но у меня пару раз жизни выпадало возможность покататься на хороших роликах и я знаю что это и катался в детстве а потом как-то забыл не до этого было и вот меня сейчас стрельнуло с миланой покататься на роликах и самому ради спорта в общем ролики мне нравится вот эта модель очень понравилась эта модель я его я его изучил она мне нравится по всем характеристикам по всем параметрам вообще классная но дело в том что эти ролики больше не производят новые и купить нельзя даже других расцветках даже других расцветках эта модель закончилась и не помню шестнадцатом году или не пятнадцатом шестнадцатом году они офигенные но их нету вот и пришлось искать душный нашел я душные а я саша отговариваю говорю купи уже что купи уже если мне нравится вот этим что купи уже если уже нормальные роли если бы продавали хочу вот эти вот хоть убейся если бы продавались новые вот такие я взял бы такие новые обалденные 110 колеса спереди сотые здесь 110 очень легкие офигенно затягиваются очень удобные и это считается спринтерский это как бы так для спорта на скорость кататься и вот они пришли сегодня и наша также так ждал так ждал прям весь предкушение мое разочарование сейчас покажу все ничего я примерил даже покатался по квартире вроде бы ничего но чувствую что правая нога как будто немножко нестабильно стоит я короче снимаю смотрю а вот здесь в этом месте я не знаю вот в этом месте вот здесь продавлена здесь трещина и вот вот она ходит вот это вот не должно быть ну ролики за 230 евро не должны быть такими да как минимум и вот как-то сразу разочаровался и буду отправлять назад уже написал продавцу которого покупал игру что но у нее там написано что все в порядке что они в топ-то полном состоянии он не приват наверное потому что он много роликов разных продает да у него там еще по-моему есть около 10 роликов у него есть еще одни такие же на пол размера на пол размера больше я вообще стране его у него проник спрашивают в каком они состоянии потому что я очень хочу именно Я уже сегодня, Саша, нашла сайт, я говорю, смотри, выбирай на этом любые какие-то тебе нравятся, нет, и мы вот эти вот... Я изучал, я смотрел, мне не нравятся никакие другие, мне нравятся вот эти, ну вот что сделать со мной, если мне вот прям легли они на душу, очень нравятся, вот по всем параметрам, но вот этот момент только, да, меня сейчас выбил из колеи. В общем, эти будут... И вот мы ему написали днем, он сначала ничего не отвечал, мы уже думали, что такое, уже все, ну, слава богу, я оплачивала PayPal, и там этот вот, знаете, как защита потребителя, можно деньги вернуть, я думаю, ничего страшного, завтра тогда, ну, сообщу на PayPal, что такое вот дело, но нет, объявился продавец. Так что вот так вот, но кофт примеривать, если хочешь? Мама! Да не надо, еще больше доломаешь упаковку. Мама, я уже решила, что я не поеду в школу. Завтра не решила, не поедешь в школу? Да. Не решила, у тебя уже нету школы, сказочник-то. Ой, и завтра и на Тимуркиной улице праздник. Как в театре? Кого играешь? Никого. Никого? Меня уволили. Тебя уволили? Не верю. Меня уволили. Так сейчас Саша подбивает, что мне тоже нужны ролики. Ну да, пойдем в Испанию и будем кататься по набережной. Боль-боль. Вдвоем, говорит, поедем с тобой. Ну, летом не покатаешься, сильно жарко, а вот именно в такое, знаете, осенью, ранней или весной. Какие неофигенные, реально, вот что так вот тут не повезло? Ну, не повезло. Не повезло. Причем это карбон. А у меня в детстве роликов не было никогда. Но я каталась пару раз, у Жанны были. Я помню, она приезжала ко мне на район, ну там нашли более-менее отрезок дороги неплохой. Ну, и я так каталась, я не помню свои впечатления, понравилось ли, не понравилось, получалось ли у меня даже. Если честно, вообще не помню, помню, что пробовала. И потом я у папы просила ролики, а папа мне говорил, Таня, зачем тебе ролики? У тебя такие красивые ножки. Ты, говорит, все побьешь, переломаешь. Ну, кстати, он мне купил хороший велосипед. На ролике не купил. Да, у меня не было возможности кататься на хороших роликах. Да, в принципе, возможности не было даже купить, наверное, их, потому что в 90-х, детство мое было в 90-х, в начале, в середине. Но однажды к нам приехал наш знакомый, семейный, семьян. И у мужчины, у дяди вот этого, были офигенные ролики с собой. Я не знаю, уже что за модель, никак, но это были офигенные ролики на тот момент. Вот прям с настоящими мягкими колесами. И он мне дал покататься. Мне тогда было лет, я не знаю, 10 примерно. И он мне дал покататься. Просто огонь, блин, это просто был огонь. Я был первый парень на районе, блин. Как я рассекал них. И тогда я понял, что такое ролики. Кейси, ты поздно, ты поздно опомнился. Тимур уже давно вернулся. Что-то охрана запоздала. Так что да. Так, друзья, вы на роликах слабо или катаетесь? Тимурка, ты хочешь на роликах покататься? Нет. Нет, Тимура велосипеда каждый день хватает. Разобрался, Саша, с роликами. Получил ответ. В общем, завтра отправят посылку обратно. Сказали, деньги вернут. Такая вот история. Ну, конечно, ролики он все равно будет покупать другие. На этом не остановилась. Вот, я таки померила температуру. И не зря у меня было такое странное состояние. Потому что 37,2 я где-то нагуляла. Хотя вот сейчас попила чай, посидела. Булка, что ты там делаешь? Это она там на кухне орудует. Двигается этот стульчик, скамейку. Пукает, ходит, цокает. Не знаю, хозяйничает. В общем, посидела и чай попила. Так, знаете, это самое. Вроде сейчас немножечко лучше себя чувствую. Что это было, я не поняла. Вообще, последние два дня заметила, что я какая-то такая вялая, разбитая. Знаете, два дни, когда тебя прям прет и прям хочется что-то делать и весь такой. Два дни, когда, ну вообще вот, ну вот просто не трогаете. Вот последние два дня у меня вот так. Я надеюсь, что завтра я буду на позитиве. Завтра с утра у меня физиотерапевт. Да, ты мне сейчас разверни еще камеру. Пришла сюда похрюпать. С утра, значит, у меня физиотерапевт. И сразу, и сегодня так было, и массаж. Кстати, сейчас 45 минут, уже они 30. И гимнастик. Я вам обещала показать упражнения с резинкой. Но знаете, сегодня что-то, если честно, уже не хочется. Если не забуду, то покажу вам завтра. Ну, именно те упражнения, которые мне сказали сделать, делать. Просто кто-то в комментариях спрашивал, поэтому я вот здесь вспомнила про вас. И сейчас покажу вам быстренько. Ну, не думала, уже не буду показывать, а потом решила, ну, есть те, кому интересно. Очередная коробочка. Вот, пришла коробочка. Я не люблю вообще коробочку вот эту вот. Вот блесим, потому что она малепусенькая, знаете. Такое ощущение, будто какие-то только пробники кладут. А по стоимости она стоит как глоссе примерно. Ну, то есть, не сильно выгодная и не сильно интересна мне она обычно. Но тут, знаете, сидела, скучала. Я как-то один вечер и увидела, что у них хорошая скидка. И в этот месяц у них там более-менее ничего. И полноразмерная продукция, на удивление. И я решила, ладно, пусть будет, закажу. Просто так, для сравнения, я вот вам показывала пару дней назад от InStyle Box. За почти 10 евро я взяла коробку. И вот это примерно столько же мне сейчас обошлась. Показываю отдельно, потому что это шло вместе. Просто не поместилось в коробку. Оно было запаковано, вот пришло вот так вот по водной посылке. Ну, и сразу можете оценить, кто смотрел, что в прошлое было, сколько в этой и насколько большая разница, да. Конечно, если без учёта скидок, то та прошлая дороже коробка почти в два раза, но тем не менее. Так, первое, что меня заинтересовало, ой, сейчас сяду поудобнее. Это был шампунь от фирмы Kadi, наверное, называется, Natur Cosmetic. В общем, это что-то такое жутко натуральное. Вот посмотрите, какой состав. Всё нависованно, перечислено. И это типа аюрведическая тема. Вот видите, аюрведиша, я вот даже выговорить не могу, эликсир шампунь. Я люблю пробовать новые шампуни, обязательно попробую, мне интересно. Но я нюхнула, кстати, внутри тоже, видите, какая коробочка интересная. Я нюхнула такой запах. Вот аюрведическая, можете себе представить, заходите в этот магазин, где всякие пахучки продаются, всё такое, да. То это ещё жёстче. Не знаете, не очень хорошо умею описывать запахи. Ну, поверьте, запах ядрёный просто... Мне даже трудно сказать, чем пахнет. Ну вот честно, он прям такой пряный-пряный-пряный аромат. Но попробовать мне будет интересно. Сначала, может, почитаю отзывы в интернете. Ну, что люди пишут, волосы не упадают. Я, кстати, любитель читать отзывы в интернете на всякую продукцию, прежде чем её купить. Дальше открываем. И там, без всякой мишуры и прочей ерунды, лежит вот то, что вы видите. Вот такая вот ещё брошюрка с QR-кодом, можно почитать о каждом товаре отдельно. Ну и вот, покажу по порядку. Значит, тушь. Кстати, тушь эта дорогая, хотя невиданная, неслышанная. Стоит она, по-моему, 27 евро. И она тоже вот с эффектом ухаживает за вашими ресницами и стимулирует рост. Сейчас видно, это такая новая фишечка. Там касторовое масло, ещё там какие-то ингредиенты полезные очень. Вот. Я сейчас её открывать не буду, потому что с момента открытия 6 месяцев, потом она всё равно подсохнет. Французская. Французская тушь. У меня сейчас есть тушь, которую я пользуюсь, в принципе. И иногда чуть-чуть отпечатывается, но в целом я довольна. Она классно разделяет ресницы. Мне всё нравится. Дальше. Вот эта вот тушь была полноразмерная. А это такая вот мини-версия. 20 мл крем для рук. Вот я говорила, тот удобно положить в сумочку. Ну, конечно, если для сумочки, их удобнее вот этот. В прошлой коробке. Помните, у меня какой крем был для рук? Ба! Я им помазала руки. Какой аромат! Такое ощущение, будто ты просто духами обтёрся. Насчёт этого я сейчас не буду открывать. Но я уверена, видите, цветочный тоже, скорее всего, пахнет шикарно. Ну, просто некоторые крема для рук, знаете, оставляют такую, как плёночку неприятную на руках. Вот этого как бы я не люблю. И очень надеюсь, что здесь такого нет. Дальше идёт спрей для лица. Вот такой вот. 59 мл. В принципе, такие можно купить в магазине. То есть, это даже не пробник, можно сказать. Хотя есть и в большем формате. От Марио Бодеско. Я не знаю. Никогда не пользовалась ничем этой фирмой. Хотя я помню, что что-то у меня было. Может быть, тоник, что ли. Но, скорее всего, я его кому-то подарила. Потому что сейчас у меня его нет. И я не помню, чтобы я им пользовалась. Наверное, кому-то всё-таки, да, подарила. В общем, вот такая, значит, водичка. Спрей для лица. С разными витаминчиками. Увлажняет и так далее. Кокосовый. Кокосовым. Кокосовой водой написано. Алоэ. И что-то там ещё. Ну, и последнее. Самое интересное. Такого ещё нигде не было. Ни в одной коробочке. Так вот упакованы. Потому что это стеклянный пузырёк. И это серум. То есть сыворотка. Такая по-русски, если нормально говорить, от фирмы Мира. Тоже, наверное, французская. Да, французский серум. Семь натуральных ингредиентов. Всё такое жидко-полезное. Жидко-жо-жо-жо-жо. Жидко-полезное. Видите, как булькает. То есть это не масло, а прямо вот такое вот. Что-то жиденькая булка. Не разверни. И это сыворотка для декольте и груди. Такого никогда ни в одном боксе мне ещё не попадалось. Так что вот. Сейчас намажу свои груди и пойду спать. С вами, друзья, прощаюсь до завтра. Всех обнимаю. Всем пока.